Здравствуйте! Сегодня 14 мая, весна потихонечку заканчивается и сейчас цветет вегеева. Вот это вот замечательное растение с красными цветами, это она есть. Мы про вегееву уже много раз рассказывали, но так роскошно, как в этом году, она еще не цвела ни разу. Вегеевы происходят с Дальнего Востока, они растут в Китае. Это один из сортов вегеевы, у нее очень много сортов, очень разных окрасок, и вот этот красный, по-моему, красный самый красивый, хотя белый тоже смотрится неплохо. Эта вегеева здесь растет лет, наверное, 6, растет она совершенно беспроблемно, ничего для зимовки ей не требуется, поэтому она тоже себя прекрасно чувствует. И вот каждый год она цвела все лучше и лучше, и в этом году она вот прям-таки вся усыпана этими прекрасными яркими красными цветами. Надо сказать, что, как вы видите, она тут растет немножко, так сказать, между и между, поэтому это не очень солнечное место. Если бы она бросала на открытом месте, что рекомендуется, то она бы гораздо была бы больше, метра, так сказать, 3 на 2, вот таких габаритов, и была бы полностью усыпана цветами. Ну, здесь она тоже очень неплохо выглядит, просто, естественно, что куст не такой мощный, как он мог бы быть, если бы рост на открытом месте. Цветит она в целом не очень долго, но может быть дней 10, но очень красиво, очень обильно. Уже цветочки начинают потихонечку подсыхать, если вы обратите внимание, хотя в более низких веточках они как раз начинают только открываться. Вот. Сами цветочки не очень большого размера, но очень такие приятные симпатичные типы колокольчиков. Очень красивое растение. Ну, говорит, что в сцене полося, она не так уж хорошо зимует, но у нас она совершенно прекрасно себя чувствует и жаловаться не на что. Летом она не пересыхает, и в сентябре она будет свистеть повторно, ну, не так обильно, как сейчас, но тоже вполне прилично. Собственно, мы хотим, чтобы это растение, так сказать, немножко через забор перелезло, вот, но правда пока она растет сюда, в нашу сторону. Вот так она выглядит с нашей веранды, значит, слева это чубушник, справа это магнолия, за ней барбарис. А так она выглядит со стороны улицы, вот, по соседству с уже раскрывающимся чубушником и диким виноградом. Ну, я надеюсь, что она статистически в эту сторону тоже будет расти и будет через балкон так вот свисать. Ну, розы тоже уже начинают цвести, но мы о них поговорим в следующий раз как-нибудь, когда они все зацветут. Ну, и раз уж до съемки, вот это вот, у нас тут роскошный гибрид пиона, я не помню, как он называется, но цветет хорошо. Ну, не как хорошо, конечно, он растет в тени, поэтому не так уж прям сильно роскошно, но ему тут всего-то, по-моему, года 3-4, так что, в общем, это тоже уже прилично. То есть, на самом деле, не очень много для пиона, пиона долго, вот, долго укореняются и вообще прибытают в форму. Но, тем не менее, он уже второй год цветет и, несмотря на такое весьма тенисное место, ну, выглядит вполне убедительно. То есть, такой хороший цветочек, ну, к сожалению, уже очень недолго цветет, может быть, только где-то в пределах недели.